В Алматы начали масштабный сейсмо-аудит. Специалисты проверят, выдержат ли здание сильные землетрясения. Всего мониторингом охватят около 17 тысяч объектов. Отмечу, последнюю паспортизацию в городе организовали 5 лет назад. В результате было снесено свыше тысячи опасных домов. Амина Усенова продолжит тему. Последний раз паспортизацию в Алматы проводили 5 лет назад. Тогда из проверенных 10 тысяч зданий свыше тысячи были признаны опасными. В основном это двух-трёхэтажные строения, которые сразу снесли. По результатам прошлого сейсмо-аудита стало известно, что мегаполис пересекают 27 тектонических разломов. Сегодня на них располагается больше тысяч объектов. Из них 30% не сейсмостойкие. С начала года в Алматы произошло 539 землетрясений. Они все слабые. Сейсмоактивности вычисляются с помощью специальных инструментов. Если говорить о сильных и ощутимых, то в 2023 году зарегистрировано 4-5 землетрясений. Новый сейсмо-аудит продолжится до конца следующего года. Всего проверят порядка 16 тысяч объектов. Из них около 1600 многоквартирные жилые дома. Остальные – общественные здания. Тем не менее, говорят урбанисты, просто проверок для обеспечения безопасности в городе недостаточно. Нам необходимо вернуть государственный контроль за строительство. Наши стандарты рассчитаны на 9 баллов. Конечно, если будет 10-бальное землетрясение, ни одно здание не выдержит. Но мы не можем строить бункеры и жить в них. Поэтому здесь необходимо сочетать хорошие технологии с нашими стандартами. Отмечу, недавно в мегаполисе установили новые ограничения, запретив 10-бальную зону строить здания выше шести этажей. К слову, сейсмологи сообщают, что в Алматы в ближайшее время землетрясение больше 7 баллов не ожидается.